Шашлык на балконах теперь жарить запрещено. Использовать пиротехнику, зажигать свечи тоже. Исключение в законе только для курильщиков. Курить можно, если это не угрожает возникновением пожара. За нарушение правил курильщика могут привлечь к уголовной ответственности, если началось возгорание, пришедшее к серьезному материальному ущербу или к чьей-то смерти, а также выписать штраф до 5000 рублей. Случаев, когда неосторожное обращение с огнем или электрическими приборами стало причиной пожара десятки. К сожалению, такие пожары зачастую не обходятся без жертв. Эти кадры, снятые в апреле, пожар увидели случайно. Сосед вышел покурить в 4 часа утра и увидел дым. Этот дом знали все в округе благодаря проблемным жильцам. Супругов лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, они не платили алименты. За это горе отца посадили в тюрьму. Его жена и 70-летняя мать пропивали пенсию. За коммунальные услуги не платили, поэтому им отрезали газ, согревались электроплиткой. Возможно, это и стало причиной возгорания. На пожаре погибла женщина. Скорее всего, она во сне вздохнулась угарным газом. Нашли ее непосредственно в этой комнате. Здесь располагается основной очаг сгорания. Была она завалена продуктами горения, частично обуглена. Явных признаков совершенного преступления в отношении нее нами пока не установлено. То есть, не было каких-то травматических воздействий, с исключением открытого огня на ее тело. Еще одно новое введение октября – требование к обеспечению пожарной безопасности в кинотеатрах и больницах. Кинотеатры перед сеансами обязаны информировать зрителей о действиях в случае возникновения пожара. А в больницах палаты для детей и тяжелобольных отныне будут размещаться на нижних этажах, чтобы медперсоналу было легче проводить эвакуацию в случае экстренных случаев. Как отметили в областной прокуратуре, в кинотеатрах уже действуют новые правила. Медицинским учреждениям, в которых палаты для тяжелобольных и детей находятся не на первом этаже, тоже предстоят перемены. В любом случае, это поможет сохранить человеческие жизни, если начнется пожар. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».